всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука сегодня 13 мая и только что я рассказывала вот про теплицу которую мы собрали в которой я сегодня буду высаживать свои томаты я рассказала какие здесь ну как на что нужно обратить внимание что я тут увидела новенького что вот здесь и стропа и все и ткань какая-то необычная когда я вам говорила что что-то она не похожа на все остальные какая-то она вот прям плотная плотная не тянущаяся но она дырявая как перфорированная я заинтересовалась посмотрела вот на сайте сибирский агроном где покупала эту чудо теплицу там просто написано что тент изготовлен из ткани нового поколения по немецкой технологии фирмы райфенхаузер ну как я уже объясняла у нас сейчас аномальная жара я до обеда работаю после обеда ничего делать не могу в огороде есть время посмотреть информацию я не поленилась нашла всю информацию об этой ткани вот видите сколько листов и этот видеоролик он как эта информация ознакомительная просто для тех кто еще не знает вот я например впервые и это слово услышала нынче и про эту ткань узнала если честно когда я покупала вот эту вот чудо теплицу я покупала для своих целей чтобы была высокая чтобы открывались двери чтобы я могла зайти в полный рост и мне все равно если честно было какая ткань будет сверху тент вот этот и я покупала можно сказать как кота в мешке ну просто вот что мне нужна такая конструкция все но когда я прочитала вот про эту ткань я заинтересовалась что это за ткань такая чем она отличается от наших спас этих вот этих всех не тканок и то что я узнала хочу поделиться с вами сразу скажу что эта информация полностью с интернета это не моя конечно я не могу все это придумать и взяла ее на сайте не все не в сибирском агрономе где покупала вот эту теплицу а на сайте в интернет магазине где торгуют вот этими тканями они там есть нарезаны кусками по 8 метров есть там еще что то ну короче не важно короче там торгуют всеми укрывными различными и вот это у них выделено она и по цене дороже и по качествам пишется что она превосходит и вот смотрите что там написано укрывной материал изготовленный по технологии немецкой фирмы райфенхаузер представляет собой полипрепленное нетканное полотно третьего поколения так третьего поколения но это значит самое оно последнее и внешне материал схож со многими нетканными материалами разницу которую можно обнаружить невооруженным глазом райзенхауз короче он однородный без облачных разводов как все остальные укрывные материалы а более существенное отличие кроется его свойством принципиальным отличием является то что полотно состоит из трех слоев термос крепленных между собой микроволокон полипреплена вот это я сразу и почувствовала я когда помните первый раз потрогала игру какой-то он как будто бы целлофонизированный что ли а не термическим способом три слоя накладывают и под воздействием высоких температур склеивают стандартные материалы вот все остальные нетканки группы спанборд как правило однослойные исключение составляют лишь немногие но три слоя это фишка райфенхаузера ну и тут что дает многослойность я не буду все это учитать тут провод в пример приводится что если крупные камни наложить ведро они не займут весь объем будут большие промежутки а если насыпать мелкий песок он заполнить все пространство так и здесь чем меньше волокна тем лучше плотнее ну короче все это конечно наверное ученые испытывали все это делали и тут написано в результате полотно вот это райзенхау сегодня могу я его выговорить при той же толщине плотности и том же весе как и стандартные укрывные материалы обладает на порядок повышенной плотностью рассчитан на 5-6 лет и другие производители чтобы увеличить срок вводят химические добавки защищающие от разрушения а эта ткань но эта фирма ну как эта технология решает эту проблему путем многослойности вот тут про добавки я не буду читать это очень долго я просто раз мы просто так как для расширения круга узора знакомимся сохраняет теплую температуру сглаживает ее скачки кто хочет кто заинтересуется он конечно посмотрит на сайте просто вот я первый раз такой материал вижу я потом дышимость материала вот как раз те самые дырочки про которые я говорила видите вам даже камера должна передать что он как бы перфорированный кажется что в нем дырочки 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 и казалось бы он через эти дырочки должен же пропустить мороз но нет он сохраняет теплую температуру но одновременно и дышимость материала при том что удерживается стабильная температура растениям обеспечивается поступление кислорода в нужном количестве они свободно дышат вот ну физическая защита от механических воздействий тоже читать не буду это у каждого это то есть от ветра от града там от снега он сохраняет потом светопротяжение полотно от райфенхаузер имеет специальные добавки в своем составе которые с белым цветом материала способствуются тому что при пасмурной погоде и недостатке солнечного освещения материал притягивает к себе свет удерживание влаги в почве укрытой материалом в почве почва в парнике не пересушивается так как нет прямых лучей но это естественно ладно и вот самое главное что меня вот создание идеального тропического микроклимата мы знаем что например у нас томаты это гости с тропических вот широт оттуда откуда-то приехали и вот именно вот эта ткань создает идеальный тропический микроклимат ну тут еще написано защита от кислотных дождей других нежелательных осадков ясно что дождик сюда не попадает но одновременно с этим сюда не попадает влага нужное растениям так что вот если вы укроете таким материалом поливать нужно дополнительно ну тут написано что если закрыто то вредители не попадают и семена сорняков не попадает и еще долговременная защита от ультрафиолета в материале есть добавки которые защищают от вредного воздействия все вот все я бегло вам прошлась просто чисто для того что есть на рынке не только спаун спаунборды вот эти не тканки если честно у меня весь сарай закат за ну как забит именно не тканками вот такой материал ни разу не покупала я не присматривалась как ассортимент не изучая если честно магазине вот теперь когда я узнала я подумала что мне мои эти тоннели то конечно вот таким бы материалом прикрывать когда я высаживаю под снег под еще минусовые температуры и вот тут в конце написано поэтому райфенхаузер тот материал который именно для конечного потребителя наиболее выгоден если распределить его стоимость на весь срок его службы то он оказывается выгоднее любого дешевого аналога в разы а по совокупности и качеству полезных свойств которыми обладает вот этот других материалов пока еще не придумали он позволяет получить именно те условия ту золотую середину при которой из внешней окружающей среды извлекаются и усиливаются только полезные факторы и наоборот отсекает ненужные вредные чрезмерные воздействия окружающей среды так очень выгодно владеет вложением в вашу дачу я сразу скажу вопросы где можно купить этот материал можете мне не писать я не знаю я не знаю если вообще у нас магазине в продаже такие материалы я просто это говорю для ну просто как информация к размышлению что есть вот такие материалы нового поколения которые обладают и теми и другими качествами я сама сейчас магазин не езжу мне самой интересно посмотреть если у нас в нашем городе такой материал и сколько он стоит почему-то на сайте я цену не увидела там нарезано как-то кусками а еще добавлю что я когда на сайте смотрела он тоже есть менее плотный потоньше есть более плотный и я увидела по моему даже есть такой же материал для укрывания грунта вот мы черную ткань вот эту агроткань используем обыкновенную не тканку а есть такой же райзер ну короче вот этот на букву р есть черный для укрывания земли все до свидания это я сама узнала и вам рассказала может кому-то пригодится все а